Вспоминая детство, я даю себе отчёт в том, как потребительски мы относились к педагогам. Какой труд они вкладывают, это сейчас мы понимаем. Какое терпение они имеют. Можно у вас спросить, простите? Что нужно для того, чтобы получить, я так понимаю, высшая награда, высшее звание, отличник просвещения? Вот я стараюсь приносить пользу ребятишкам, чтобы они были здоровы. А вы педагог? Я учитель физической культуры. Это, наверное, любимый предмет большинства детей. Ну, если честно, да. Я учитель ненейского языка, я приехала с Комсомольского района, село Бельго. Я победила в краевом конкурсе, победила во Всероссийском. А у вас есть какой-то определенный вид спорта, которому вы отдаёте предпочтение? В школе, да. В школе, да. Это настольный теннис. И я хочу похвастаться, что буквально с 2010 года наши дети не уступают пальму первенца в краевых соревнованиях. Всегда будут. Наши дети, школы номер... Номер один, город Комсомольск-на-Амуре, где в этой школе обучаются дети с интеллектуальными нарушениями. Ну, так говорите, называют дети регалии. А дети вас любят. А как же не любить? Потому что я их люблю. Я директор школы. Какой? Математическое лицо и город Хабаровск. Как вам вообще эта профессия? Вас сегодня, кстати, награждает? Ну, надеюсь, что да. Что они просто так всё-таки вас позвали. Да, я очень люблю свою профессию. И вот в сентябре уже исполнилось 10 лет, как я её не изменяю. Как удержать молодого педагога в этой сфере? Сложный вопрос. У вас 8-часовой рабочий? Конечно. 8-часовой и даже больше, потому что незапланированная работа, она продолжается даже ночью. Что это вы там делаете ночью? А как же подготовка к различным мероприятиям, проверка тетрадей? Этого никто у нас не отнимал. Коммуникативные должны быть. Обладать этими свойствами. Как вы считаете, как вот вы общаетесь с подростками, с детьми? Да я так много лет работаю в школе, я обыкновенно с ними общаюсь. И они очень обыкновенно со мной. Выходишь со школы и начинаются вопросы, звонки. Без них никуда. Какие вопросы задают родители? Как сегодня вёл Семёна себя в школе? А за что у Семёна двойка по английскому? А к скольки завтра приходить? А к какому уроку? А скиньте, пожалуйста, расписание. А вы с того выходите? Конечно, обязательно. А вы без очереди туда проходите или стоите со всеми? Нет, детей кормят, столы накрывают. Поэтому они не стоят. Вам накрываются всеми или вы отдельно? Нет, нет. Так, спросим. Да. Вы знаете, я не всегда попадаю с детьми, потому что у меня немножко... Вы знаете, когда есть этот пробел, да? У меня другое время. График, всё, спасибо. В самое позднее время, во сколько вам приходили подобные сообщения? 11-й час вечера. Ну как тут не быть благодарным? Мариана Гейт, Юрий Ермаков. С поздравлениями. Телеканал Хабаровск.